Новая традиция проявления заботы и внимания к людям старшего поколения. По инициативе главы государства в Беларуси проходит республиканская акция «От всей души». Город Брест не исключение. Сегодня в Брестской областной филармонии было особенно волнительно и душевно, ведь здесь собрались люди золотого возраста. Главная цель мероприятия – подарить тепло души в новогодние праздничные дни всем, кто в этом нуждается. Акция напоминает, что люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, нуждаются в заботе и внимании. У нас сегодня в городе больше 80 тысяч пенсионеров, пожилых граждан нашего города, которые, наверное, имеют очень активную жизненную позицию. Кто-то в ветеранском движении, кто-то в общественных объединениях, кто-то работает с молодежью, кто-то в школе. Поэтому все они охвачены вниманием и заняты, так скажем, делом для того, чтобы максимально передать и опыт, и мудрость. И тут накопленный, наверное, менталитет белорусов для того, чтобы наша молодежь питалась и, наверное, росла вот на этих традициях. А сегодняшняя акция – это один из элементов, чтобы еще раз вспомнить и поблагодарить их, потому что дети – это наше будущее, а взрослые, да, наше старшее поколение – это те, кто отвечает за нашу стойкость, гордость, совесть, ну и другие вещи, которые присущи нам, белорусам. С теплыми словами к присутствующим обратился мэр города Бреста Сергей Лободинский. Он отметил, что благотворительная акция от всей души – мероприятие важное для всех поколений. Это душевная акция, которая должна повторяться из года в год, чтобы донести вот эту частичку тепла до всех. Вспоминается вот еще пару лет назад, когда был дан старт вот этой акции. Наверное, это хорошо, потому что это перестает уже в хорошую традицию, чтобы мы могли встретиться, пожелать друг другу, наверное, хорошего настроения, здоровья в первую очередь. И отдать, наверное, дань вам в первую очередь за ваш труд, за вашу работу, за ваше самоотверженное желание сделать что-то лучшее на каждом своем месте. И в результате мы получаем тот великолепный город, который сегодня видим. А все это складывается с вас, простых людей, которые, наверное, своевременно передавали опыт, трудились на то, чтобы все лучшее было в Бресте, в нашем любимом Бресте. И мне, как уже молодому поколению, перехватывать и передавать это по цепочке нашим внукам, детям, чтобы они, наверное, питались и гордились тем, что вы у нас есть. В мероприятии приняли участие порядка 70 человек элегантного возраста. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и люди, ведущие активный образ жизни. Среди них и ветеран Вооруженных сил Беларуси, брещанин Владимир Семочкин. Такие акции никогда вот так просто не проходят. Ребята, это входит в сердце людей, в сердце ветеранов. Это здорово, молодцы. Ну а то, что нам подарили какие-то подарки, сувениры, это очень приятно. Вы знаете, нам, особенно нам, вот узникам, бывшим узникам концлагерей, очень приятно получить вот этот сувенир от Фонда мира. Он нас выручает, неоднократно выручал. Что-то какие-то где-то кому-то плохо, у кого-то какие-то материальные затруднения и прочее. Всегда, если мы обратились в Фонд мира, нам всегда помогут. Я в последнее время работала в Союз Печать, 25 лет. Мне эта работа очень нравилась, и поэтому мне сейчас даже уважают, и поэтому я уже почти 12 лет в этой ветеранской составе. Председатель Совета ветеранов. Этот праздник мне очень понравился. Я даже не думала, что я получу такую благодарность. Почетные гости, а также представители различных организаций вручили пожилым людям подарки и выразили слова благодарности. За ту Беларусь, в которой мы живем, и за возможность радоваться успехам детей, так как каждое следующее поколение. Это результат жизни предыдущего. Самых активных женщин. Сегодня получили подарки от Белорусского союза женщин, потому что активны в основном женщины в нашем городе. И неважно, сколько им лет, потому что оптимизма и бодрости духа им не занимать. Они участвуют в новых проектах и участвуют в проектах Белорусского союза женщин. Мы от души любимого Бреста поздравляем всех участников сегодняшней акции. И людей таких можно найти очень много в городе Бресте. И каждому хочется подарить эту частичку тепла. Но я думаю, мирное небо, наш любимый город дарит от всего сердца им хорошее настроение, сегодняшний концерт и наши поздравления. Я поздравляю от имени Белорусского Красного Креста всех неравнодушных граждан, всех жителей города Бреста, а также руководства за огромную поддержку деятельности Белорусского Красного Креста. Мы благотворительная организация, и все эти благотворительные акции мы проводим и от Красного Креста, и участвуем в республиканских. И сегодня мы пришли и поздравили тех активных граждан, которые принимали активное участие в развитии жизни города и также продолжают свою активную позицию. Главное им здоровья, удачи, благополучия и мирного неба. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктова.